Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном интересном факте. В некоторых видео я показывал и вообще рассказывал на канале, в сообществе можно посмотреть, о огурце, который у меня сохранился почти до конца января. В обсуждении мне люди подсказали, что они обрабатывали свои гряды, по нашим советам, фитоспорином против пероноспороза. И огуречник у них тоже неплохо держался. И я тоже на самом деле очень обильно, очень активно обрабатывал огуречник фитоспорином. И тоже мне сказали, что и огурцы, и томаты у людей тоже продержались довольно долго. Собственно говоря, некоторые говорили, что у них тоже еще из своего урожая держатся томаты, потому что они обрабатывали фитоспорином. Я решил заложить вот такой вот очень простой, но, как мне кажется, вполне достоверный эксперимент. Я взял помидорки, обыкновенные такие, но это не совсем черрики, но небольшого размера помидорки. И вот поставил вот такой вот опыт. Посмотрите. Итак, для проверки этого способа сохранения овощей и фруктов я сделаю небольшой, простой, но, как мне кажется, вполне достоверный эксперимент. В качестве контроля я возьму плоды томата, обработанные просто водой. Вот просто водой залью их и буквально вот пока съемка идет, подержу их в этой воде. Для опыта я возьму препарат, всем хорошо известный, фитоспорин М. Я вот сделал раствор его в соответствии с инструкцией и тоже залью. Ну и в качестве стандартного антисептика овощей и фруктов, которые закладываются на хранение, я возьму трехпроцентный аптечный раствор перекиси водорода. И тоже вот так вот сполосну эти овощи все, чтобы они как следует, как следует, как следует обмылись этими растворами. Раствор я солью, не буду его там долго держать. Просушу все овощи соответственно салфеточкой, чтобы там не было лишней влаги, чтобы убрать всю по максимуму влагу изнутри. Закину назад фрукты, овощи, плоды и закрою крышечкой с тем, чтобы они там сохранялись. Я их буду сохранять просто при комнатной температуре, не в холодильнике, но чтобы ускорить процесс, потенциальный процесс порчи. Здесь вот можно увидеть пузырьки от перекиси водорода появились, но это естественно, потому что идет процесс дезинфекции, поэтому появились эти пузырьки кислорода. Что ж, посмотрим, что станет с этими плодами. Что ж, у меня эти помидорки продержались в течение 10 дней, вот в таких вот банках. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, откровенно говоря, открывать вот эту вот банку с контролем мне абсолютно не хочется. Я вам даже сейчас ее сблизи вот так вот покажу. Посмотрите, вот здесь вот образовалась вот такая вот гниль плесени. Вот здесь вот такая вот жижка болтается. Видите, уже сок пошел, вонючая, вообще внутри все страшно. И вот здесь вот появились такие хвостики, зараженные полностью плесенью серой гнили. Они вот полностью проедены этой серой гнилью. Ну, вот такое вот состояние контроля. Видите, уже помидорики сгнили полностью, продавили друг дружку. Вот. Ну, открою, покажу вам. Ну, вот они, да, они уже все, уже сочатся, уже, ну, вот, ну, что с них хотите. Это что касается контроля. Что касается перекиси водорода. В принципе, помидорики, все, все помидорики целые. Вот у этого помидорика наблюдается наличие вот такой вот гнили, одно пятнышко гнили. Ну, вот такие повреждения. И вот здесь вот уже началось плесневение. Запах у них такой прелый, плесневый. И вот здесь вот на хвостиках тоже началась такая вот серая гниль. Хотя, конечно, не сравнить с той красотой, в кавычках, которая была в варианте контрольном, где была просто вода. Можно сказать, что состояние этих помидор вполне умеренное такое, умеренное. Что нам вариант с фитоспорином покажет. В варианте с фитоспорином, вот здесь этот вариант, вот таких вот помидоров гнилых с пятнами здесь нету. Но, по правде говоря, здесь тоже есть не все, не все, но вот два помидорика есть вот с такими вот, вот таким вот хвостиком. Но обратите внимание, это та же самая серая гниль, но она очень угнетена. И вы знаете, что она практически гниль, вот плесенью практически отсюда не пахнет. И это вот из всех помидориков, потому что, вот смотрите, здесь есть помидорик, но совершенно нормальным хвостиком, без всякого признака вот этой вот серой гнили. И, конечно, степень повреждения этой гнилью, ну, абсолютно несравнима с тем, что у нас имеется, вот я возьму вам хвостик, покажу, что имеется в контрольном варианте. О чем это говорит? Вывод здесь очень простой. Конечно, перекись водорода в некоторой степени, я взял трехпроцентную перекись водорода. Ну, у меня, по правде говоря, здесь шестипроцентная, но я как раз разбавил, до трехпроцентной. По правде говоря, что фитоспорин сработал лучше всего. Потому что перекись водорода трехпроцентная, она обладает очень слабым антисептическим действием. Поэтому она не убрала эту инфекцию в полной мере. Кроме того, фитоспорин, он же поселяется, это же живые бактерии, которые живут на поверхности. При всем том, фитоспорин является абсолютно нетоксичным для человека. Потому что сама по себе сенная палочка является естественным обитателем и кишечника человека, и является дружественной бактерией для человека. Существуют даже препараты, которые содержат в своем составе сенную палочку. Вот есть, например, препарат лактобациллин, вот такой лактобациллин, в которого в составе входит как раз лактобациллиус ацидофилус и клетки бациллиус субтилис. То есть, не что иное, как сенная палочка. Поэтому, когда вы обрабатываете фитоспорином ваши овощи от всяких болезней, вы одновременно заселяете плоды, то есть, вы можете по плодам работать этим препаратом. И одновременно вы спасаете ваши овощи от порчи, от гнины и в том числе продляете срок хранения таких нежных овощей, как огурцы и как томаты. А уж что говорить о корнеплодах. Морковь, картофель, корнеплодом является клубень, свекла, другие овощи. Конечно же, могут обрабатываться перед закладкой на хранение фитоспорином и другими препаратами, содержащими сенную палочку. Но если уж говорить о такой науке, науке строго. Ну, вот я испытал фитоспорин, поэтому могу говорить только про фитоспорин. Но уверен, что и другие препараты на основе сенной палочки, в общем-то, будут работать примерно в том же самом ключе. Я знаю, что созданы отдельные биопрепараты, которые предназначены для обработки овощей и фруктов перед закладкой на хранение. Но они, может быть, не очень доступны, дороги, как бы там ни было. Фитоспорин вы можете и наращивать сами. У нас есть видео про то, как это сделать. Для обработки овощей лучше всего наращивать его на растворе жидкого удобрения с добавлением небольшого количества сахара. Рецепт вы можете посмотреть в наших видео. И обрабатывать овощи и перед закладкой на хранение, и в процессе вегетации. И то, и другое поможет вам существенно продлить сроки годности овощной продукции и сроки их хранения. Вот то, что я вам хотел рассказать. На этом я прощаюсь с вами. Задавайте свои вопросы. Всего хорошего.